На площадке региональной службы коммуникации рассказали об итогах работы управления внутренней политики. Более 40 средств массовой информации освещают события государственной информационной политики. Особое внимание в работе ведомства и реализации государственной молодежной политики. Ее в регионе обеспечивают 14 молодежных ресурсных центров. Подробности далее. Освещение общественно-политических событий региона – одно из главных направлений работы ведомства. 2000 материалов, сотни спикеров по линии проведения государственной информационной политики в управлении проводили многое. Экстренные брифинги, пресс-конференции по возникшим резонансным темам и проблемам, различные круглые столы и акции. В 2021 году государственный заказ на проведение государственной информационной политики выполнили 45 СМИ. Управлением разработано 30 медиапланов. В СМИ размещено свыше 3500 материалов. На телеканалах открыты новые программы с самым актуальным вопросом. В 2021 году на площадке региональной службы коммуникации проведено 155 пресс-мероприятий, в которых приняли участие 342 спикера. Укреплять и развивать гражданский сектор – не менее важное направление в работе. В Северном Казахстане зарегистрировано более 460 неправительственных организаций. Большая часть из них занята в сферах молодёжных и детских инициатив, спорта и организации социальной защиты. В области реализовали 109 социально значимых проектов. В текущем году запланировано 889 проектов на сумму 242 миллиона 200 тысяч тенге. В то же время необходимо отметить низкую активность развития НПО, которая вызвана слабым финансированием в рамках государственного социального заказа. В области функционирует 114 общественных советов. На текущий момент идёт формирование новых составов общественных советов. Особое внимание реализации государственной молодёжной политики. Её в регионе обеспечивают 14 молодёжных ресурсных центров, оказывающие содействие в развитии молодёжи. Сегодня большую популярность набирает волонтёрство. В рядах добровольцев состоят порядка 10 тысяч североказахстанцев. Ребята ежедневно оказывают помощь социально уязвимым слоям населения. В целом, молодой человек, обратившийся в молодёжный ресурсный центр, может получить консультацию по текущим государственным программам. Мерам поддержки молодёжи, вакансиям, получить консультацию психологи и юриста. Также мы оказываем содействие в трудоустройстве молодёжи. В 2020 году нам ими было проведено трудоустроено 905 молодых человек, а за 12 месяцев 2021 года – 1215. В рамках проекта «ЖАС-ЛЕЛ» работой обеспечили 680 человек. Наталья Итова, Служба новостей.